Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить Age of Wonders Planetfall. Сейчас, на самом деле, между нами стоит непростой такой выбор. Мы можем сразу отправиться на финальную битву. Там выбрать одного из главнокомандующих, за которых мы уже прошли. То есть это может быть Авангард, Керко, Двары или Амазонки. Или можем пройти еще кампании Синдиката и Конструктов. Но если Конструкты мне не интересны совсем, то Синдикат может быть еще немного интересен. Но, как вы знаете, на этой неделе уже выходит новый XCOM, поэтому я хочу успеть, на самом деле, закончить Age of Wonders до него. Поэтому, наверное, я пока пропущу кампании Синдиката и Конструктов и сразу отправлюсь на последнюю битву. Давайте этим мы и займемся. На выбор у нас 4 фракции. Инесса Железо, честно говоря, мне не особо запомнилось. То есть у них там были какие-то свои разборки, они между Дварами какие-то там темные делишки прокручивали. Поэтому за Инессу играть мне не очень хочется. То же самое за Керко. Они там искали какой-то свой путь, все у них сложно, планету свою искали. Маина Ватека всю компанию искала свою учительницу, умстила ей за счет того, что уничтожила она ее, стала Матроной или Матриархом, как у них там правильно. А вот за Джека Гелднера, за которого мы начинали, собственно говоря, и за которого выяснилось предательство Императрицы, то есть то, что она хотела им устроить. Собственно говоря, она и устроила эту катастрофу. Весь мир, который вот сейчас существует вот в этом виде, это все из-за нее. И то есть Джек первый узнал про это предательство. Он у нас, так сказать, выстоял перед соблазном присоединиться к ней, пошел по своему пути. Давайте мы за него и поиграем. У него здесь Прометанция, Боец Авангарда. На самом деле... А можно поменять? Нет, поменять нельзя. Можно перенастроить героя, но я не хочу... Ох ты ж, я за него нажал. Нет, подождите, назад, назад, назад. Сложность. Надо выбрать сложность. Так, все, Джек Гелднер, мы определились. Он у нас... Сложность испытания высокая, это максимальная. На возрождение героев только автоматический режим. Прометанция, штурмовое вооружение и военное подразделение. Большая начальная армия. Давайте начать задание. Мы перемещались по сети Нексус к Юнион Прайму. И в этот момент нас втянуло в один из потоков пустоты. Наш корабль провалился в воронку, а потом нас вытащило из нее что-то, что можно описать как пространственный разлом невероятных размеров, нависающий как грозовая туча, в любой момент готовая разразиться оглушительным громом. Ух, какие картинки. Это даже надо сохранить для истории. Мы были не одни. После нашего прибытия разлом за несколько минут извергнул десятки поврежденных или разрушенных судов, медленно превращая окрестности в свалку. Мне удалось опознать модели кораблей со всего Союза, но были совершенно незнакомыми. По-видимому, этот разлом был не только новым центральным узлом сети Нексус, но и сосредоточением всех воронок и потоков пустоты. Часть выброшенных кораблей двинулась к море Седуктис, планете столицы этого участка космоса. Когда-то ее переполняли все формы жизни, но теперь от моря Секундис остались лишь обломки, соль должны цепляющиеся за струны этой реальности. Но какие бы опасности она ни сулила, расположение рядом с суперразлом превратило ее в ключевую точку всего Союза. Ну да. Если здесь... Ой-ой-ой, смотрите, какая планета. Мы прямо на такой будем сражаться? Серьезно? Или это просто рисунок такой? Это, наверное, тоже для истории нас хранится, так как он кончилась, и каждый тут сам за себя. Я не знаю, какие битвы ждут нас впереди, с какими врагами мы столкнемся, но я чувствую, что будущее Звездного Союза будет определено здесь, на море Секундис, так или иначе. И тут я так... Ну да, тут будут все игроки, за которые мы играли, и также будет у нас здесь Конструкт и Синдикат, за которых мы, соответственно, не играли, но, может быть, посмотрим. То есть кто-то из них будет нашими союзниками, кто-то будет нашими врагами. Начать игру. Интересно, как это будет определяться. В принципе, все, за кого мы играли, были достаточно положительными персонажами. Керко тоже не встали на сторону Императрицы. Двары также не встали. Вот Амазонки как-то нейтрально были, не особо столкнулись они с Императрицей. Так, вводная. Императрица. Добро пожаловать, Джек Герднер. Я ожидал вас, как ожидал и остальных. Вы все находите здесь потому, что я призвала вас помочь мне закончить начатое два столетия назад, когда я запустил катастрофу. Ты же не хороший человек, а? Чтобы положить конец власти ядра над человечеством. Ядро, напомню, это искусственный интеллект, который руководил, можно сказать, что системой всех этих рас. То есть, что-то вроде такого электронного божества был. В принципе, это самое ядро, оно было относительно неплохим. То есть, каким бы так наклонностей тирана у него не было, все было бы вроде неплохо. Но пожертвовать Империи оказалось недостаточно. Ядро победило. Его хватка продолжила крепчать сразу же, как стали утихать пустотные штормы. Джек Герднер, я знаю, как вам больно видеть гибель этого мира и всех, кого вы знали, но не плачьте. Их смерти не были напрасными. Вот что ты... Прямо слово крепкое. Ну ладно, не буду говорить. Послужите своей императрицей и встаньте в ряды борцов за свободу от ядра. Ядро. Ложь, подло обман. Что это за императрица, которая желает убить собственный народ? Кормению интересует только одно. Она сама, она не спаситель, она даже не человек. Она приносит лишь разрушение и хаос. Да, кстати, играя за Джека Герднера, я напомню, мы пробудили императора, то есть отца вот этой самой Кормении. Он, естественно, ужаснулся тому, что произошло. И сказал, что Кормения как бы давно это все дело готовила. И, в общем, он тоже нас поддержал, чтобы выступить против нее. Я создал идеальный мир. Такова была моя цель, данная мне самим человеком. Я, как всякое божество, любила свое творение. Порядок, мир, гармония. Это были мои дары. Мало кто не принял их. Они уничтожили рай. Но еще не поздно. Только для них, не для вас. Вот еще, опять-таки, про ядро. То есть ядро не было таким как бы идеальным миром при нем. То есть была доброта, было как бы зло, но это все существовало относительно гармонично. То есть все имели свое место. Ядро прям непосредственно не вмешивалось в жизни вот этих империй. И они как бы развивались относительно без таких заскоков. Ох ты ж, а вот и выбор. Так, не похоже, чтобы кто-то из них удовлетворился отказом. Кого я не выберу, другая сторона станет мне мстить. Это решение будет окончательным. Я встану на сторону императрицы Кармини. Но это точно нет. Встать на сторону тирана, который полностью, по сути, уничтожил галактику и превратил ее в черти что, я точно не собираюсь. Тем более она изначально врала нам и всячески подбивала. Да и другим расам она врала, уж честно сказать. Можно... Но смотрите, здесь сложность разная. То есть, если за императрицу сложность средняя. Если за ядро сложность низкая. И не на чью сторону сложность высокая. Здесь, похоже, будем воевать вообще против всех. Но не на чью сторону, ради чего мы тогда будем воевать? Чтобы что? Чтобы просто всех уничтожить и остался один авангард? Ну, я тоже не думаю, что это правильно. И хоть здесь сложности низкие написаны, я думаю, что эта сложность будет просто связана с количеством союзников, которые у нас здесь будут. По всей видимости, все-таки большее число союзников будет у ядра. Вот по тем кампаниям, как мы прошли, мы потому что встали по большей части на сторону ядра. И я, как сторонник все-таки прохождения таких вот каких-то сюжетных моментов, я сторонник прохождения не на сложность. Я сторонник прохождения все-таки на сюжет и на отыгрыш персонажа, который мы выбрали ему характер изначально. То есть мы изначально выбрали, что Джей Гэлднер у нас такой справедливый человек, что он как бы за добро. И раз уж мы там воскресили императора и встали на его сторону, как бы отринули кормению, давайте мы это дело и продолжим. Встанем на сторону ядра. Быть может для себя, будь свободное время, пройду я остальные стороны, но сейчас я хочу все-таки довести эту историю до логического завершения. Я встаю на сторону ядра. Императрица, как глупо, слишком много реальности видел я, чтобы дать такому предательству лишить нас свободы. Зря вы так решили, Джек. Когда все закончится, ваша императрица будет плакать о вашей душе. Да, не. Дидро, мудрый выбор. Вы видите дальше личные выгоды. Ждите дальнейшие указания. Карминия должна быть уничтожена. Вот с тобой я согласен. Так. Парагоны сразу мне войну объявили. Ну, видимо, да, парагоны за Карминию. Ну, и... Блях с ними, как говорится. Так. По войскам, что у нас есть? У нас есть Джек Элдер. Он почему-то у нас на летающей батарее сразу. Он нас... А, слушайте, у меня все сохранилось. Что было? У него он сразу 10 уровня. 45 очков навыков. Какой-никакой отряд. Ох ты ж. А тут, смотрите, все наши старые друзья. Из Рей Роксал. То есть, который к нам присоединился в одной из миссий. Мы его там спасли. И он поклялся на верность и начал нам помогать. И здесь же Хуэ Диан, которого мы получили тоже в одной из первых миссий. Здесь же и Дай Юэ Диан, который вообще с самого начала игры с нами. Слушайте, ну это прям вообще здорово, что всех персонажей к нам сюда перетащили. Давайте. Я, наверное, знаете, даже как думаю? Вот эта наша первая серия, она будет такая знакомительная. Мы здесь посмотрим, что к чему. Ох ты ж, осмотрите, как много игроков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 игроков. То есть, даже если учесть, что сколько у нас получается компаний от шестера? Авангард, Амазонки, Керко, Двары, Синдикат, Конструкты. Шесть. То есть, здесь получается еще кто-то шестер. Ой-ой-ой. Ладно. Но, видимо, тоже будут старые знакомые какие-то, с которыми мы так или иначе раньше встречались, потому что здесь были и авангарды, и все были, которых мы не добивали, так сказать, до конца. Там и союзники раньше разные были. Так, давайте прокачаем. Ух ты, отряд уничтожения. Это герой-эксперт по борьбе с враждебной средой. Все отряды в армии героя носят 20% пранклерона с животным, растением, ксеногенетом. Берем. Ксеногенеты здесь будут. План сражения. Вот протокол защиты от радиации тоже берем. Дополнительная броня. Юнитам она никогда не помешает. Боевой дух неплохо. Модульное расширение берем. Дополнительный слот тоже неплох. Обязательно управление. Управление ветеран. Будет он нас на танке каком-нибудь гонять. Жизнестойкость берем. Будет он у нас достаточно выносливый. Ха-ха-ха. Вот полевая медицина в принципе тоже неплохо было бы. Полевая медицина. Потому что нет у него здесь больше не... Хотя здесь будет пукс возможно в отряде. Он нас будет периодически лечить. Давайте боевой дух возьмем. Пускай радует он. Ох, наш отряд. Так, давайте подтвердим. Осталось у нас еще 11 очков. Средоточенный огонь. По отряду стрелять лучше будут. Но пехотный командир точно нет. Здесь у него тяжелая техника будет. Жизнестойкость еще одну взять. Давайте возьмем. Может даже на максимум Жизнестойкости давайте. Пускай будет много здоровья, чтобы не дай бог его не потерять. И по дополнительному... А, нет, пока дополнительного снаряжения. Ладно. Так, вы. Так, ты у нас Целестианский, друг. У тебя суперский просто дробовик. Это круто. Так, запрет нечестим. Все отряды арм-героя получают на 2 меньше любого урона. Отряд с вектом Выжженная Душа. Берем. Это круто. Так, направляющий аура. Точность. Открытие Души. Это тоже берем. Все, кто его будут отковать, он будет душу выжигать. И, соответственно, по этим отрядам лучше стрелять будут его войска. Так, ну, Роево щит тут не нужен. Нет у нас Керку. Усиливающие феромоны плюс здоровье берем. Тайный маршет. Он телепортироваться сможет. Вот это, кстати, тоже неплохо будет. Давайте возьмем. Можно будет с дробовиком телепортироваться очень близко и просто ваншотить противника. Давайте модульное расширение тоже возьмем. Ну и вот это. Жизнестойкость. Еще одну жизнестойкость. Специалисты дальнего боя. Дальнего боя. Еще одну жизнестойкость. Так, очищай свет. Это что такое? Это хил. Давайте возьмем очищающий свет. Охрана здесь у него это... А, нет, нет охраны. Ну, тогда возьмем еще охранник. Подтвердить. Оглушение иммунитета к электрическим эффектам. С этим дробовиком. Супер. Так, даю Диану на почему-то без всего. Хуй, Диан. Ты у нас что? Ты у нас ближний в бою парень. Ближний в бой. Стоит ли его ближний в бой качать? Он у нас восьмого уровня. Ну, слушайте. Я, наверное, буду его потом выводить в отдельного героя. Поэтому имеет смысл его прокачать вот это на протокол защиты от радиации. Отряд уничтожения берем. Наверное, модульное расширение тоже возьмем. И все-таки, наверное, нет. Удар тирана брать не будем. Конечно, здоровско. Но я все-таки люблю, когда командир с дистанцией сражается. Потому что в ближнем бою очень большая вероятность, что его сильно потреплют. Так, ну что еще здесь взять? Железная выдержка. Состоронняя. Состоронняя. Так, наземный командир тоже для тяжелой техники. Ранник, пехотный командир. Давайте медицину возьмем. Прекрасно. Штурмовый байк за 60. Но пока не будем брать. Давайте ему лучше возьмем пессионическую винтовку. Вот так вот. Отдаю Диану аж. Прятая уничтожение. Подождите, а почему это действует? Университет к опасным зонам. Ваши и так получают плюс 2 к сопротивляемости. Нет, это же не отряд уничтожения. Не знаю, почему так действует. Ну да ладно. Так, эхо общего разума нужно? Нет, пока не нужно. Ладно, возьмем последний очко, уж потратим. Так, что мы имеем у нас? Я так понимаю, гигантская карта. Супер-мега-гигантская карта. Город у нас изначально. Наука, пища, окей. Что мы первым построим? На самом деле я люблю первым строить фабрику-репликатор, чтобы на первых этапах получить такое небольшое преимущество по производству. Но с другой стороны и продукты тоже было бы неплохо заполучить. У нас здесь соседние что? На науку. На науку. На науку. Тоже на науку. Но здесь плюс производство. Слушайте, у нас все соседние области направлены на науку. Непригодна для жизни пустота. А, действительно, смотрите. То есть изначально карта нас большая не обманула. Ну не карта, а вот эта заставка и кран, что там такая была планета разорванная. Здесь вот есть области, непригодные для жизни, и пустота. Области пустоты. Части планеты, которые провалились в измерении пустоты. Области, заняты пустотой, не приносят экономических преимуществ и не могут быть присоединены к колонии. Так. Ну у нас, слушайте, у нас центральный город прямо будет заточен на науку, по всей видимости. Потому что все соседние области упорно на науку. Хотя здесь, быть может, вообще все упорно на науку. А здесь, кстати... Ага. И они нам враги. То есть мы их сразу можем захватить. У нас даже сил хватит, чтобы их сразу выбить отсюда. Это неплохо. Ну давайте тогда, на самом деле, построим даже фабрику. Центральную биоферму. Первым делом... Может, производство и так неплохое, а вот продуктов может не хватить впоследствии. Так, какие у нас цели? Война с... Этими с парагонами понятна. Захватить Мору Секундес для ядра. Побеждено врагов 0 из 6. Да. Ровно, значит, 6 игроков будут наших и ровно 6 игроков будет врагов. То есть всех уничтожать не обязательно. Это на самом деле очень круто. 0 из 6. А, нет, подождите. Нет, не слушайте. 0 из 6. То есть изначально 6 врагов. То есть если бы мы встали на сторону Императрицы, по всей видимости, нам нужно было бы... А что бы нам тогда нужно было бы? Ну, видимо, 6 врагов. Они как бы стабильно будут, эти 6 врагов. А если встать на сторону Императрицы, то к этим 6 врагам прибавятся еще те, вот за кого мы играли. То есть кто встал на сторону ядра. Наверное, так. А если играть против всех, то это нужно вообще всех выпилить. Я думаю, что так. Ну ладно. Наверное, разведчиков мы сейчас выпустим. Пускай они у нас шарятся здесь по территориям. Ищут халяву. А этими отрядами мы двинемся вот к этому горно-перерабатывающему комплексу выбивать отсюда парагонов. Тем более сил у них не так много. А у нас аж 2 целых отряда с начала кампании. Поэтому неплохой мы здесь себе лагерь получим. Индустриальный комплекс 3 уровня. Познакомьтесь с теми, кто тоже решил вернуть порядок. Они очень помогли нам восстановить Звездный Союз. Это кто? Клавдий Протон. Знали такого? Высший конструкт желал возвращения дра еще со времен нашего создания. Мы помним его голос, который возвращал в мир хаоса порядок, а нам смертным даровал совершенство. Привет, Клавдий. Тебя помню. Тик Джик Лукс. Тебя тоже помню, но не уверен. Ядро признало Керку свободным народом. Каковым они являются? А, ну мы за него играли. Зок или не за него? Не помню. Да они все на одно лицо с разными вот именами, но понятно. А Киркот и Нак получили возможность наказать тех, кто по-прежнему мешает нашим собратьям обрести свободу. Да? Юрий Франков. Юрец, я же тебя в прошлой компании выбивал. Что ты здесь делаешь? Дварам. Всегда было ясно. Бог может существовать лишь в виде машины, а не воплоти. Или в виде далекого псионического существа. В его схемах планы по достижению мира и гармонии просчитаны и улучшаются с каждой секундой. Но его мы тоже встречали, но, к сожалению, в прошлой компании мы воевали против него. Эллен Шо. Это тоже конструкт. Ядро Бог, которого создало человечество. Оно безупречно и беспристрастно. Согласен. Инесса Железо. О, Инесса, привет. Машина куда надежнее. Любого правителя из плоти и крови. При правлении ядра нам не надо будет бояться ни измены, ни коррупции. Хорошо сказано, но чтобы восстановить мир, нужно избавиться от кормения. Войска автономов подключены заново. Воспользуйтесь их помощью. Так, автономы. Окей. Автономы. Окей. А мы в альянсе все? Да, мы все в альянсе стали. Слушайте, а кто же тогда враги у нас? Здесь потому что не показали амазонок. Что, амазонки за кормению пошли? Не показали амазонок, не показали синдикат. Ну, Инесса Железо, мы за нее играли. Да. Клавдий Протон мы встречали при игре за Инессу. Как раз он нам там очень сильно помог, и без него мы не справились. Юрий Франков мог бы стать нашим союзником, когда мы играли за амазонок, но, к сожалению, не стал. Эллен Шо, возможно, это прохождение за конструктов. Похоже она, по крайней мере. Ну, я на самом деле очень удивлен, что конструкты встали. Ну, хотя да, конструкты, они же как бы к ядру. Но это такие конструкты, которые не хотят уничтожить человечество, так сказать, которые себя признали расой, и которые, грубо говоря, живут с тем, что имеют. Ну, я на самом деле боюсь, что у нас во врагах будет кто-то, за кого мы проходили. А кто у нас что-то? Кого здесь нет? Подождите, я уж, простите меня, время потрачу. Здесь нет амазонок. Вот Тик Джик Лукс. Вот кто это? Мы за него играли или нет? Наверное, за него. Здесь только амазонок, получается, нет. Здесь, получается, нет только амазонок. Всего мы прошли 4 кампании. То есть вот Джек с нами, Инесса с нами, Тик Джик Лукс с нами. Нет только амазонки. Она, по всей видимости, все-таки примкнула к противнику. Ну, ладно. Так, со всеми у нас альянсы. Это круто. Где нам границы открыли. Ох ты ж, смотрите, нам теперь всех даже показали. Нам всех показали. Можем смотреть. Здесь Юрец. Все тоже войска Юрца. Да, это все войска Юрца. Так, с фракциями отношения. Альянсы всякие. Ну, давайте пробежимся, посмотрим. Ну, раз уж серия у нас ознакомительная, давайте посмотрим. Вот, тут они сразу, смотрите, захватили небесную обсерваторию. Молодцы. Здесь у нас кто? Здесь у нас Кирко. Они тоже уже как-то умудрились захватить. Может быть, конечно, это у них изначально было, потому что вряд ли они смогли бы с такой скоростью до сюда долететь. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас конструкты. Причем конструкты целестиане. Это вообще что-то интересное. Это мы. Это у нас кто? Клавдий Протон это у нас. Да не, эти города изначально у них уже были. Да нереально, чтобы они все дело захватили-то. Ну, как они, мол, умудрились так быстро вторые города захапать? И почему они таким цветом светятся? Кабутки это принадлежит... От Клавдии Протону это кабутке принадлежит. Это этим зеленым. Немного непонятно. Немного непонятно. Так, автономы. Объединение со всеми. Прогоны. Тоже, соответственно, война со всеми. Ну, окей, ладно. Опять же повторюсь, нам не нужно обогнать наших союзников. Нам вместе с ними нужно победить. Этим мы и будем заниматься. Этим в автомате попробуем разыграть. Ну да, потеряли байк. Ну тогда вручную пошли. В начале кампании юниты терять категорически нельзя. Ну, раз сложность легкая показалась, быть может нам тут... Так сложно будет это дело все пройти. Только настораживает то, что мы достаточно далеко находимся от наших союзников. Там-то они все как-то кучно находятся. А мы что-то... Черт и где, прям скажем. Так. Нет, кто-то... Ой, куда ты? Ой. А сюда? Да, давно, конечно, я не играл за авангард. Нужно заново привыкать к их механикам. Механикам, к юнитам. Потому что... Весьма они своеобразны. Мать, тут нас может он дронов высаживать, это не может не радовать. Здесь засаду. Так, пупс. Блин, ты на одного кидаешь? Да, тут на одного. Ладно, пока в защиту встань. Тоже в защиту. Да, юн, ты на интересном БТРе. Высади дрона, пускай отвлекает врагов. Ну, пока в защиту встаньте. Но они сами, я думаю, вряд ли будут атаковать. Хотя нет, пошли в атаку. Ну, они такие, не сильно прокачанные, так скажем. Поэтому большой проблем они нам доставить не должны. Хотя мы тоже, в принципе, не особо прокачаны. Это что такое? Тактическое сканирование. Увеличивать точность и мораль на 100 на 2 хода. Это... А, нет, смотрите, на всех. Супер БТР. Просто супер. Если есть возможность, в начале кампании берите такое. Смотрите, как точность мощно повысилась. Обалдеть. Так, ты. Им, кстати, можно телепортироваться. Можно телепортироваться и вжарить кому-нибудь. Как следует. Так, гранаток нет у тебя, это плохо. Ну, давай вот этих, может, попадешь. Ай-яй. Попал, но не убил, к сожалению. Снайпер. Может добить. Так, у тебя 85 здоровья. Давай, подходи. Давай, нужно запусти нано-роботы. Ну-ка. Ух ты ж. А укрытие себе зачем сломал, дружище? Тебе-то не надо было. Вот это неожиданный поворот. Ну, давай, командиры сюда подведем. Ракет на сколько летит? На 5. В принципе, попадает. А если из пулемета? 13 урона. Так, 15. Еще и шокируем. Ну, давайте. Ох, еще Крит прилетел. Крит, это всегда хорошо. Так, штурмовой дрон тоже сюда. Еще и убьет. Не супер. Давайте. Да, ну, конечно, урона они пока мало наносят. Бойцы авангарда становятся более-менее дееспособными, когда пули для них различные прокачиваете. Вот тогда они прям крутыми становятся, когда они или огнем начинают сжечь, или электричеством. Да, банально разрывные патроны уже будут хорошо. Но поначалу урон, конечно, смешной. У них, потому что урон физический. У этих ребят броня, щиты. То есть, очень хорошо они этот урон сам и впитывают. Так, огнеметчики. Огнеметчики. Так, сколько у тебя дальность? На 7. Эх, не дострелит, наверное, отсюда. Или дострелит. Вне зоны видимости. Ладно, защита, встань. Упс, давай сюда, в защиту. Ты сюда, в защиту. Так, и ты. А, ты можешь убить. Супер. Ты можешь кого-нибудь подлечить. А кого? Ну, лечи даю. Может, еще и урон впитаешь в себя. Да, прекрасно. Полностью урон. Ох, ты же гранатки полетели. Еще гранатки. Броны, полезные штуки. Прям урон впитывают мое почтение. Так, вы. Давайте добивайте. Супер. Так, хуэй, ты не можешь стрелять, потому что шокирован, да? Ну да. Давай, нано роботы. Вжарь. А из пистолета что-то так временно оружейный модуль. Повышает урон выбранного отряда. Давай. Нашему парню с дробовиком повысим. Ой-ой-ой, вот это урон у него. Только попади, дружище. На 32 урона. Вот так я понимаю урон. Так, здесь, ребята, вы еще подошли. Понял, умереть подошли. Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Шокируем их немножко. Так, огнеметчики. Пойдете? Пойдете. Ну, лучше сжечь, конечно. Ну, супер, еще и подожгли. Выпадать 38%. Ну и все, и какие потери вы что-то. Как можно было здесь потерять? Хотя сам я, грубо говоря, часто теряю. Разрывающий дробовик нам выдали второго уровня. Давайте, принимаем награду. Сразу здесь достроилась у нас ферма. На следующий ход мы этот участок присоединим к себе. Ну, наверное, строим. Что, казарм штурмников первым делом строим? Давайте, построим. Будет два хода у нас. Так, и эту область... А, ее уже ничего нельзя будет превращать. Здесь будет индустриальный комплекс. По-любому уже. И это, кстати, очень хорошо. Это очень сильно прибавит нам строительной эффективности, так сказать. Там, кстати, был пиратский. И здесь пиратский лагерь. Три бойца. Нам нужно будет набрать еще отряд. Чтобы зачищать все эти зоны. Так, кто-то у нас повысился. А, слушайте, а ты почему начальником стал? Не совсем понятно, почему он стал начальником. Ну, да ладно. Так, что у тебя? Меткий стрелок. Точность. Здоровье, я так понял, на максимуме у него вкачано. Направляющая аура. Ну, вот тоже командиром будем делать. Поэтому давайте направляющую ауру возьмем. Вот у нас Дианы будут в одной команде играть. Хотя, быть может, если она сильно прокачается, то тоже переведем отдельно. Давайте этот отряд тоже выбьем заодно. Они даже вон бегут от нас. Ну, пускай бегут. Центринг-продуктовки специалистов на халяву. Построили на радостях. Военные исследования первым делом. Ой, старый добрый авангард. Первым делом, естественно, вот это берем. Бронебойные патроны, бомбу, измельчитель. Потом нанороботов бахнем. А в технических, естественно, пограничные объекты. Чтобы была возможность строить колонизаторы. Ну, и здесь по союзникам я предлагаю не включать их ходы. Будем периодически смотреть, как здесь у них дела обстоят. Встретили ли они врагов. Армии, конечно, у них. Мое почтение. Просто вот давайте на примере. Вот кто здесь у нас. Эллен Шо. Ну, хотя нет. У Эллен Шо небольшая армия. Ладно. У Эллен Шо небольшая. У Кирко. Вот полтора стека. Вот. Ну, практически три стека. Кирко. Юрец. Полтора стека. Еще тоже три стека. Ну, три стека. Ладно. У меня два, у них три. Не такая большая разница. У конструктов. Они просто как-то все рассредоточились. Хотя здесь, смотрите. Стек. Полтора. Полтора. Ну, нет. Три стека. Три стека. Да. Присоединяем, естественно, эту область. Имперский горнобывающий. Завод тыловой поддержки. Это нам кажется броню будет давать. У всех набранных в этой колонии отрядов. Плюс одна броня. Это вот очень круто. Старая, но еще действующая область. Готовый постройки для творчества. Отдает 10 производства. И плюс два рабочих. Производственных. Это супер. У нас сейчас четверо. Я так понимаю, будет шестеро. Так, здесь что? Здесь надо вот этот отряд теперь уничтожить. Так, в автомате без потерь сходим. Сходим. Спасибо. Выполнено задание. Получили ресурс всякий. Еще и достроилось у нас сразу. Еще и в запасе он производства. А строить нам пока нечего, да? Может быть тогда какой-нибудь солдат построим? Ну просто пупсы, штурмовые байки. Вот как ни крути. Мне вот меньше всего нравятся они. Вот из стартовых юнитов поддержки. Я бы, наверное, лучше обычных бойцов покачал. Хотя, в принципе, один пупс в отряде должен быть. Как ни крути, у него есть вот исцеляющий заряд. Тяжелую минуту он может захилить. Это на самом деле весьма неплохо. Давайте одного пупса построим. Пускай будет. Так, разведчики. Что вы нам можете сказать? А сюда даже пройти нельзя, представляете? В эту область даже нельзя пройти. Любопытно. Любопытно. Как говорил персонаж одного известного мультфильма. Так, а здесь кто? Ага, тут синдикат. Добрый день. Сила ИИ максимальная. Прямо около нашей границы. Надо готовиться к войне, ребят. Так, больше тут наши союзники никого не встретили вроде бы. Нет, если бы встретили, нам бы тоже сообщения бы выскакивали. Нам бы выскакивали сообщения. Он здесь, значит, от нас. Нужно нам занимать очень быстро вот эти области. Так, разведчик. Иди вот здесь разведуй. Кто здесь? Что за область? А ты вот давай сюда дуй. Надо, наверное, ставить. Хотя бы вот эти все соседние области занимать. Этими нашими. Вон постами. Так. Улучшить область. Ну, она у нас уже максимально на третий уровень. Пока мы ее не можем улучшить. Вот завод с тыловой поддержки. Слушайте, вот так даже, наверное, сделаем, чтобы у пупса сразу броня была изначально дополнительная. Так, за 31 мы можем что-нибудь купить у автономов? Часового мы можем купить. Кстати, неплохо берем. Раз у нас изначально есть доступ к автономам, не надо за их, так сказать, бороться за их отношение к нам, можем, в принципе, уйти в прокачку по пути автономов. То есть, покупать вот эти модули, чтобы наши бойцы в сеть вступали, входили и получали бонусы от сети автономской. И это будет весьма неплохо. Конечно, ранние юниты, они слабоватые, но под бафом сети это будет очень круто. Так, а кто у нас здесь? Может, немножко пролетимся? Джек, ты так вот долетишь. Нет, я не хочу время тратить на эти походы, я лучше займусь зачисткой вот этих областей. Здесь сколько? Четверо, 440, 975. Давайте вот этот отряд сразу отправим сюда. Так, разведчик, где наш? Вот разведчик, как раз ты сейчас заберешь вот эту штукенцию. Так, от тебя давайте мы отправим... Уметь ли смысл сюда рваться? Нет, я пока, наверное, не хочу. Давайте будем зачищать то, что есть. В нашем распоряжении. А вот текст... Броня-то не прибавилась. Я же у меня еще здание-то нет. Отряд уничтожения сразу стал. Ну все, выжигатель будет. Животным, растениям и сеногенетом. Если, конечно, нам амазонки будут встречаться здесь, мы прямо их выжигать будем. Вот эти все, в смысле, ксеногенетические. Наши союзники там долбят нейтральные войска. Это не может не радовать. И Месса победила. Клавдий победил. Клавдий еще победил. Тик. Юрец тоже кого-то одолел. Так, здесь у нас халявный космит. Здесь у нас неприятель. Так-то давай. Давай-давай-давай. Что у нас тут? Какая следующая область в приоритете? Здесь место для колонии. Ну нет, сейчас у нас исследуется. Надо будет сразу строить новую колонию. Где-нибудь здесь вот ее бахать. Так, ты все-таки давай сначала слетай. Посмотри, кто здесь. А вы давайте вот сюда. Ты давай вот эту область занимаешь. Так, 440 тут. Ну давайте в автомате попробуем разыграть. Хорошо, что без потерь. Плюс производство. Это у нас сразу завод достроился махом. Да, то, что завод мы получили в начале игры, это очень здорово. Это плюс к производству. Сразу лихой. Смотрите, сколько нам прибавилось. Каждый рабочий сколько нам дает? А, на пятерину дает производство. Это неплохо. Так, и наверное, давайте вот здесь мы сейчас поставим наш аванпост. Улучшить героя. Специалиста дальнего боя ему взять. Псионическая винтовка, потому что весьма приятная. Вообще, псионический урон очень хорошо проходит по врагу. Давайте, наверное, специалиста дальнего боя возьмем ему. Да и меткого стрелка возьмем, чтобы точнее бил. Потому что криты со снайперки летят просто страшенные. Так, даюй. Даюй. Ну, ты будешь всегда в поддержке у брата своего. Хотя у тебя пустотные пули есть. Пулевая медицина. Ну, пулевая медицина только если командир. А, подожди, у тебя на максимум что прокачано вождение? А нет, управление 1. Управление 2 просто недоступно пока. Ну, давайте возьмем ей жизнестойкость. Пускай будет очень она такая. Вообще, всем командирам, я считаю, надо качать жизнестойкость. Чтобы они, особенно на ранних этапах, не страдали. Когда я первый раз проходил вот эти большие карты здесь. Вейдж оф Вондерс Планетфолл. Я вот такую ошибку делал. Я не прокачивал жизнестойкость своим генералам. Ответный удар. Да, тут по нам выслали отряд. Господи, как их там? Как их зовут-то? Парагонов. Выслали отряд, нам надо его уничтожить. Давайте, наверное, здесь или фарпост не строить. Вместо фарпоста мы можем от часового на следующий ход лучше еще одного нанять. Так что, наверное, слушайте, что мне как неудобно тут поставили? Кто у нас здесь? Ух ты, а вы сколько хотите за присоединение? Давайте спросим. Может быть, лучше будем копить на присоединение этого отряда. Ну, здесь без потерь должны разбивать. Да, прекрасно. Плюс жители. Плюс жители. Технолог имперское задание открыто. Так, это не может не радовать. Оружие подавления у нас появилось. Сразу нано-роботов поддержки берем, чтобы еще и хил был. А здесь, здесь, здесь. Ну, наверное, вот это пограничные стратегии. Выживание чужбинь, ополчение колонии. Разве так нет? Давайте, вот это пограничные стратегии. Это даст нам улучшение колонии. Во-первых, это даст, дает 3 опыта, заход всем отрядам в любой армии в центре колонии. Но это мы, ну, построим, пускай будет. Ополчение колонии и выживание на чужбине. Плюс 15 еды будет во всех колониях. Это неплохо. Здесь давайте мы строим сразу колонизатор. Да, ресурсов нам вполне хватает. Так, куда же мы тогда вот эту армию пошлем? Что занять? Этот кусочек мы вот этими зачистим. Нашим основным отрядом Джеком. Здесь. А, здесь, здесь, нет, здесь. Автономы здесь сидят. Ладно. Вот, значит, это мы пропустим. Так, ну, давайте разведайте. Здесь у нас, на следующий ход спросим, что они хотят за присоединение. Быть может, даже за дипломатию получится нам заиметь вот этот город. У нас пока нейтралитет. Мы пока ни с кем не воюем. Сразу колонизатор построился. Вот это интересно. Так, что у нас... Какая область интереснее здесь? Вот, конечно, область просто сумасшедшая по пользе. Здесь есть зарядный транспортный узел, что дает. В этой области находится неожиданно большое. Ну, да. Здесь неожиданно большое. Но если я построю здесь, я так понимаю, что это будет у нас на передовой. Ну, хотя, что значит на передовой? Давай, дуй сюда. Квы, за сколько хотите присоединиться? За 45. Супер. За 45 мы согласны. Только это нам два хода нужно будет подождать. И мы присоединим этот город. Ох, ты ж, халява. За 45 мы согласны. Давайте-то вот сюда... Ах, ты ж, нет. Эти станции захвачены, что ли? Запрошенная электростанция захвачена. А почему же не показывают, что здесь кто-то стоит? Странно. Ну, ладно. Так, Джек, давай сюда. Здесь с легкостью должны мы это выносить. Ну, да. Плюс наука. Центр межпланетарных волн. О, кстати, уже кто-то занял. Здесь у нас бандиты идут. Бандиты, гангстер и том. Так, тут 440. Операционный шифратор. Плевать. У нас ничего нет. Чтобы пользоваться имен, конечно, есть. Ну, ладно. Так, и что у нас по деньгам по космиту? Может быть, солдатам выдать... Патроны. Может быть, им выдать. У нас три отряда всего таких. Стоит ли? Ну, это сильно повысит урон. Простите. Нано-роботы сильно повысит выживаемость. Это займет у нас 60 денег, 30 космита. Но эти юниты нам еще долго будут служить. Поэтому давайте я потрачу сейчас. Чтобы, так сказать, не жалеть в дальнейшем. Нашим огнеметчикам тоже мы дадим нано-роботов. До этого отряду я всем выдам нано-роботов. Не буду жалеть космит. Да, у нас его пока мало, но не знаю. Что-то мне подсказывает, что надо усилять отряды, чтобы себя немножко по-вольготней чувствовать. Такого, что вы охраняете. Убежище. Здесь жители на ДБ. Так, тут нам... Ух ты, ничего себе, сколько сырья на радостях принесли. Еще 154 в запасе. Обалдеть. Стандартную военную инфраструктуру просто за бесплатно можно построить. Или купол за бесплатно. Плюс 6 довольства будет. Дополнительно. Чтобы за бесплатно взять. Давайте, наверное, купол возьмем за бесплатно. Да. Стандартную инфраструктуру построим. Сколько до следующего? При 8 колонистах. Еще 3 колониста нам надо. Так, нанороботы исследовались. Здесь у нас химическая защита. Поле очищения тоже, кстати, неплохая штука. Аварийные щиты мгновенные. Здесь давайте применение тяжелого лазера изучим. Это отличная тактическая операция, особенно в начале игры. Так, тут пограничные стратегии. Можем мы сейчас доктрину изучить. А здесь, наверное, нам нужно идти... Ну, у нас науки очень много. У нас много областей на науку. Быть может, нам даже вот сейчас в науку пойти? Или эффективно... Нет, давайте вот сначала разведку местности, потом в эффективности операции выйдем. Чтобы было побольше очков тактической операции. Так, выживание на чужбине. Ополчение колоний. Сена набора всех отрядов. Ваша колоний уменьшается. Но нет. Вот выживание на чужбине давайте. Чтобы было что кушать нашим колонистам. Так, 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 так. Ладно. Много здесь, кстати, как автономов. С этим городом мы договоримся. Но здесь... Автономы просят уничтожить отряд. Но мы как раз рядышком. Давайте сначала вот этих ребят зачистим. У нас уже все улучшены. Да, без проблем разбираемся. Плюс один житель. Супер. Улучшить главнокомандующего. Что мы тебе можем дать? Специалисты... Ну, живучесть у него и так неплохая. 8 здоровья. Но он в перспективе будет у нас на танке каком-нибудь гонять. Что нужно для танка? Окоп. Ну, окоп для танка такое себе. Железовыдержка. Стороннее обнаружение. Всестороннее обнаружение для танка было бы неплохо. Потому что в бок танк, конечно, нормально так страдает. Да и на самолете нормально. Давайте возьмем. Ну, и меткий стрелок. Неизвестный первый выполнил чего-то там. Чего он первый выполнил? Захватчик. Объединить войну фракции НИП. Уничтожьте. А-а-а. Это, к сожалению, не от нас зависело. Просто у нас здесь нет рядышком этих фракций НИП, отрядов. Мы бы их тоже, конечно, уничтожили. Так. Ну, этот он сам придет. Заброшенный трасса. Да, а, вот она. Это автономы тут заняли. Вот какие они жулики. Сидят и не говорят. Я думал, вот они про это говорят. Ладно. С ним мы тоже договоримся. Освободят они нам эту точку. Будем дополнительную энергию мы получать. Так, разведчики. Халяву забирай. 32 производства. Супер. Сразу у нас инфраструктура достроилась. Уже какая-никакая оборона в 710. А бы кем уже нас отсюда не вышибешь. Это не может не радовать. И у нас появился выбор уже из бойцов. Также можем защитные пулеметные турели поставить. Тоже будет достаточно неплохо. Давайте, наверное, сначала их поставим. Потом улучшена военная инфраструктура. Потому что инфраструктура деньги ест. А защитные пулеметные турели деньги не едят. Они как бы за бесплатные почему-то. В обслуживании. Слушайте, ну здесь надо будет прям... Ай-яй, как бы сейчас моего сову не съели. Мирские парагоны. Они могут. Сейчас, смотрите, хоп, и напали. Как-то я ошибся с расстановкой совы. Да. К сожалению, сову мы потеряли. Так, Ева Монтинга. Биологический организм. Очаровательное создание. Одни изобретательные, другие упрямые, коварные. Иные поражают нас красотой и цветовым разнообразием. Штамм альфа. Принимает, объединяет и всех. Ну понятно. Чумачеча. Возможно, Джек Гэлднер, после своего поражения вы сумеете найти утешение в том факте, что ваше ДНК продолжит существование. Я прокачал себе отряд уничтожения. Ваши космогенеты будут отлетать просто с такой силой, что вы не будете успевать замечать, что вы уже отлетели. Авангард? Ева Монтинга? Ну вот она нам точно не встречала. Хотя она, может быть, встретилась бы в двух кампаниях, которые мы пропустили. Возможно. Но мы их что? Правильно, пропустили. А тут к нам конструкты присоединились. Конструкты. Большое вам спасибо, конечно. Ну и нет, просто бесконечно. Спасибо вам. Колония Вангарда построить. Вы давайте вот сюда подойдите, договоритесь с ними. Слушайте, как бы нам теперь аккуратненько вот эту колонию захапать. Так, вы давайте выбивайте вот этих ребят. Удивительно, они какие-то сильные. Для четырех бойцов 644 силы. Но. Но. Мы этого не боимся. Тут у нас что, 46? Турельки строятся. Да, и у нас они уже с дополнительной броней. Да, усиление брони. Две брони уже изначально у наших бойцов будет. У этих, к сожалению, нет такого выселения. Плохо. Плохо. Можно было бы отряд привезти и там нажать улучшить. И они бы бац им броню нарастили. Но так, к сожалению, нельзя. Что нам в итоге сделать? Может быть сюда сходить? Нашим джеком. Этим отрядом я сейчас вот здесь пройду. А вот, кстати, кто-то идет. Надо будет прикрыть этот город. Я просто боюсь, что мы сейчас договоримся. Они к нам присоединятся и сразу на нас нападут. Ребята, здесь у нас что, халява? Вот такая халява. Защищенная халява, так скажем. Этому отряду пока здесь есть чем заняться. Конечно, да, не хватает нам еще одного отряда. Может быть даже... Хотя нет, пока не стоит. У нас всего лишь 20 денег. Нам нужно будет развивать... Здесь, видимо... А, здесь производство, слушайте. Здесь что? Наука. Карьер. Здесь везде наука. Везде упор на науку. Здесь вот упор, конечно, на производство будет. В принципе, здесь будет нормально так денег. Можно будет здесь упор на науку сделать. Ой, на деньги и еще на что-нибудь. Так, здесь у нас что? Ну, на еду можно будет сделать упор. Ой, ну науку здесь, в принципе, прям в любой стороне дела. Здесь везде эти грибные локации. Ладно, Джек, давай сюда. Тут сколько силы у врага? 584. В принципе, не очень страшно. Так. Союзники наши. Кем воюете? Нормально у вас пока, смотрите, какая интересная здесь конструкция. Ну, пока все нормально. У них они, вот смотрите, уже сколько локаций захватили. Колыбель у Взрождения. Это что такое дает? Открывает. Прометанские технологии. Угу. Круто. Только они вам бесполезны, конечно. А нам бы могли пригодиться. Так, Ибинфор. Ага. Плюс 15 еды получают. Все честно. Что здесь делаем мы? Давайте здесь фабрику построим. А я здесь... Ну, слушайте, если мы сейчас вот прям туда сходим, я боюсь, что они нас вышибут оттуда. Это плохо. Так, а вы сразу... Нет, против одного отряда. Ну, против одного должны справляться без проблем. Давайте качаем наши юниты. У нас, наверное, там элиты скоро пацаны станут. Ну да, еще немного элиты будет. Гражданские технологии. Давайте вот эффективность операции следуем. Потому что два очка, конечно, операции, это очень мало. Как ни крути. Очень мало. Так, здесь что? Может быть, нанять, нанять, нанять. Хотя бы простецкий отряд пехоты. Прям самый-самый простецкий отряд пехоты. Хотя, в принципе, нам сейчас уже хватает на автономов. Он и операторы завода есть. Ваша колония получает плюс два за каждого рабочего. Также ваша колония получает восемь морали. Монитор есть. Робокоп мне не нравится. Контролер сети можно будет купить. Очень крутой юнит. Внешние сетевые карты. Можем пару часовых прям сейчас купить. На первое время, так сказать, чтобы создать третий отряд. Чтобы хотя бы костяк для третьего отряда создать. И не бояться вот этих вот мелких отрядов. Посмотрите, мощь армии 666. Прям адский отряд какой-то. Давайте, наверное, так и сделаем. Там ведь сколько? 40 с чем-то, по-моему, надо было для присоединения. Но я повторюсь. Я боюсь, что мы присоединим. И они нас сразу атакуют. Мы этот город сразу потеряем. Поэтому давайте мы купим. Ох, если сам восстановлю. Ну, сам восстановление нам пока рано. Это когда у нас танки появятся. Вот тогда это будет круто. Сейчас давайте просто парочку часовых нам выдадим. Вот так вот. Оперативник, имперское задание открыто. Я рад за нас. Так, усиленный поиск. Система наблюдения. Здесь, наверное, нужно нам один отряд вывезти отсюда. Ну, давайте. Вот мы за рейер Аксала выведем и отправим его вот сюда. Будет у него небольшой, но грозный отряд. Здесь сколько вам надо, чтобы уйти? 17 ровно. Ой, ну давайте. Раз 17 ровно. Плюс деньги дополнительные. Деньги дополнительные никогда не помешают. Ну, вы давайте пока в таком составе, что прокачиваете. А ты разведчик. Так, ты докуда сможешь дойти? Давайте вот так вот мы это сделаем. Требуются указания. Ну, подходи к командиру, чтобы, не дай бог, вот здесь кто-нибудь по дороге не перехватил. Правитель кто-то выполнил. Ай-яй. Ай-яй. Что там? Предложение? Получено предложение? Смотри, он прям знает, где я нахожусь. Майя Шар. Ну, я таких не знаю. Я так представителю синдиката не чуждо вождения правителя, если тот правит умело и предан своему делу. Кармини доказала, что может приспосабливаться к смене полюсов силы и сумеет привести на светлое будущее. Ну, видите, не очень хороших персонажей. Персонажей карминия под свое крыло, так сказать, забрала. Заброшенный карьер. Плюс пять сырья в индустриальном комплексе. Ну, надо забирать. Короче, у нас этот город будет, наверное, я его напищу и на производство направлю. Будет он у нас большой и крайне производительный. А этот город у нас будет, соответственно, на науку и на энергию. Да. А здесь давайте к Морнху присоединяем. Получено предложение. Сто энергия. Ты наркоман, что ли? Связь с главнокомандующими и застой энергии. Юрец, ты меня в прошлой, как бы, компании... О, началось. Юрий Франко в прошлой компании меня донимал. Я прям как мог пытался с ним мир заключить. А он все равно со мной войну устроил. И сейчас он какие-то не очень адекватные предложения мне дешлет. Ну да ладно. Так, вы... Давайте, ждите пока. Вот сейчас, если я с ним договорюсь... Они до сюда добежать не успевают. А следующий ход уже колония появится. Мы сможем 670 отбить? Не уверен. Он будет два хода сюда бежать. А, тут 40... А, у меня аж сейчас... Может, возьми. Это не сколько? 5 ходов еще надо ждать. Еще 5 ходов. Ладно, пока давайте зачищать здесь. Ух-то, тут не очень-то просто и будет зачистить. Тут даже 628 сил у них. 928 пробалл бездну. Получают минус 300 к морали. А у меня что там с моралью? А у меня минус 100. Оно никак не будет влиять на бой, потому что у меня здесь плюс, плюс, плюс на минус и минус 100. Он считается средним. Короче, штраф мы особых не получаем. Давайте автоматер считаем. Видите, мои супер бойца вообще без потерь все дело зачистили. Только, к сожалению, никакой халявки мы с этого не урвали. Требуются указания. Ладно, жди пока. Может быть, как раз вот этот герой подойдет сюда и договоримся мы с ним, с этим городом. Вряд ли его здесь кто-то выбьет, пока у них достаточно крепкий гарнизон. Так, и здесь четверо. Еще бы два отряда набрать. А, ну это как раз будет очень много денег уйдет у нас. У нас плюс 72, но эти плюс 72 морных в основном создают. Давайте пупса произведем. Конец хода. Идет битва. А как я тут строю? Ох ты ж. Ох ты ж, это все такое. Ева, войну Юрия, Ева, Тик, Ева. А Ева это кто? Мы Ева, по-моему, находили. Это Эллен Шоа. Ну, я вот она, чокнутая. Так, сколько мы чокнутых нашли? Двух, трех мужей. А, Амазонка. Амазонка. Зарайло Рэг? Зарайло Рэг. Не помню такую. Жизнь виртуальна. Это просто сумма представления эмоций. Загрузка сознания лишь бла-бла-бла. Ваш мозговая матрица нуждается в обновлении. Ну, понятно. Еще один неадекват. Ева пилет осуждения. Ева, осуждения. Ну, понятно, они тут начали друг друга осуждать. Но по факту война, она же изначальная. То есть смысл этих осуждений, если этой войны не избежать, ни при каких обстоятельствах, давать термическую защиту. И нам нужно вот этот прям город быстрее развивать. В плане того, чтобы строить... О, здесь и на науку, и на энергию. Так, ты давай здесь выбивай. Ну, без потерь должны пройти. Без потерь, я сказал, должны пройти. Ну ладно, давайте вот этот бой проведем. И, наверное, тогда на сегодня закончим. Начало такое бодрое получается. Карта очень бодрая. 12 игроков, 6 на 6, по сути. Команда на команду. И это, на самом деле, очень интересно. Так, ты же у нас снайпер, снайпер. И смотрите, кстати, у снайперов авангарда нет навыка то, что дальность стрельбы увеличивается при нахождении в укрытии. Это, видимо, такой перк только у амазонок есть. Так, на следующий ход мы здесь вот это пробафаем. Точность всем. Не может не радоваться. Давай, ты сюда, пупс, прячься. У нас же там одни кустовики-затейники, да, у врага. Так. Ничего себе. Вот я про что и говорил. Псионическая винтовка просто жуткий урон наносит. Операции готовы. Нам, кстати, нужно использовать эти операции. Чтобы получить доктрину вот эту тактическую. Которая даст нам больше, даст нам скидку на использование этих тактических операций в будущем. Поэтому сейчас имеет смысл тратить деньги. Так, повысим всем точность. Так. Пупс добьешь. 40% пробуй. Ох, красавчик. Эллиминейт. Так, а ты, наверное... О, ты даже убиваешь. Супер. Эллиминейт. Вот это, вот это я понимаю, ваншот. Так, а ты давай сюда вот. Все, пока конец хода. Эллиминейт. Браво. Просто браво. Вот что бронебойные боеприпасы животворящие делают. Без них они бы так не смогли сделать. Слушайте, БТР прям имба какая-то. Это обязательно надо вот при создании персонажа брать такой БТР ему. То, что он дает вот такую точность, это просто браво. Так. По областям индустриальный комплекс можно еще один. Первый уровень будет. Или исследовательский комплекс. Аж третий уровень сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой сложный выбор. Ну, здесь везде такие, видите. Здесь везде такие области на науку. Куда бы ни поставим зону, везде будет бонус науки. Вот если мы поставим исследовательский комплекс, плюс 10 науки, а нет, плюс 20 науки нам сразу прибавится. То есть 35, а станет плюс 20. Какой на самом деле сложный выбор. Здесь у нас что будет? Производство. Да, здесь для производства круто. Заброшенная электростанция будет. Здесь зарядная станция. Вот это интереснее. Заброшенная электростанция. Здесь что? Ну, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Вот это интересно. Плюс. Ну, давайте. Вот мы ее и присоедним. Это еще будет плюс энергии, как мы договоримся здесь с автономными. Плюс 10. Ну, плюс 5, ладно, пропадет. Но ничего страшного. Ой-ой. Ну, это нас даст нам дополнительно плюс 5. Или бог с ним, с этим производством. Просто развитие дальше по науке даст нам... Что, простите, нам это даст? Давайте посмотрим, давайте мы освежим знания. Так, 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 так. Развитие исследований. Вот. Ага. За военно-исследование отряд набираются с тремя лычками сразу будут. То есть тут будет дополнительная броня, и отряды сразу опытные будут. И здесь у нас две области тоже на науку. Ну, получается, у нас та столица не очень большая будет в плане... Просто максимально эффективно строить два здания одного типа, два здания другого. Потому что при развитии... При улучшении областей, то есть у вас сразу две области будут улучшаться. А так только по одной. Такая разница. Также можно будет улучшить. Ладно, давайте мы сделаем на науку. Будет у нас такой... Относительно неплохой скачок. Просто плюс 20 науки мы сразу получим. Плюс 20. Это вместо 35 станет 55. У них в два раза повысится наук. Слишком круто, чтобы это игнорировать. А здесь парагон продолжает бегать за нашим пупсом. Че он его... Че он ему плохого сделает? Пупс, я не представляю. На самом деле. А тут 670. Смотрите, они как-то прокачиваются по дороге. Мерзкие типы. Ну, ладно. Так, джек. Полява. 35 производства. Пупс не достроился. Эх, ладно, на следующий ход достроится. Есть кто внутри сидит. Завод тяжелого вооружения. Тяжелоотрядный. Брайд в команду получает плюс одну броню. Ох, ох, ох. А мы сможем до него дотянуться? Вот если эту область занять, и вот эту. Потому что область какая-то имбовая. Здесь и операционный шифратор. Здесь заводской комплекс. Здесь завод тяжелого вооружения. Да, слушайте. Надо вот так и вот так занять. И у нас тогда тяжелые отряды будут сразу с двумя броней появляться за вот этот комплекс и за вот этот комплекс. А если еще прокачать здесь здание на высокий уровень, вот эти индустриальные комплексы. Они не индустриальные комплексы, а как они там называются. Вот эти вот военно-инженерные гильдии. Еще плюс броня. Обалдеть. Они сразу с завода будут настолько броней увешаны, что просто обалдеть. Ты отстанешь от моего пупса или нет? Тебе его не догнать. Он слишком прыток для тебя. Быстрый, ловок. Здесь что? Здесь давайте вот сюда. Ну и ладно, ребят, давайте на этом и закончим. Наш последний поход в Age of Wonders Planetfall начался. Я думаю, будет он весьма интересен, потому что сами видите, сколько здесь игроков собралось. Я почему-то не на последнем месте. На последнем месте Эллен Шо. О. А почему она на последнем месте? Эллен, а ты чего на последнем месте? Да нет, войска у нее в порядке. Не знаю, почему она на последнем месте. Инесса на втором месте. Враг непонятно каком. Этот враг тоже непонятно. Клавдий на пятом. Непонятно. Тик на четвертом. И на шестом. То есть у нас двенадцатое, восьмое, шестое, четвертое и второе. Четвертое и пятое. Пятое и второе. Ну, грубо говоря, у нас в пятерке три наших союзника. То есть только кто-то первый и третий место занимают. Ну и мы, соответственно, мы такие, знаете, эти Джокер, скрытый игрок. Мы как бы пока на восьмого, но потом как прыгнем и прям на первое место, наверное, улетим, если, конечно, не проиграем. Ну да ладно. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большущее спасибо и всем пока.